друзья я приветствую вас на канале алекс дозор и сегодня у нас интереснейшая и долгожданное событие первая часть сегодняшнего видео это сравнение близнецов у нас близнецы в квадрате если помните в обзоре на кастер харман версию я говорил что близнецами они названы потому что там стоят два больших динамика вот четко из-за этого но у нас сегодня еще и близнецы бас нет вот они бас а вот харман двух разных версий то есть близнецы в квадрате а второй частью уже мы раздадим ордена в топ рейтинге до 19 долларов куба собственно и определяться по определяется баз версия кастеров а харман версия попадет в топ рейтинг до 9 долларов где по быстренькому буквально пару слов мы сравним ее с первым местом это cvg key s вот это мы сейчас вот конкретно сейчас с вами сделаем ну давайте приступать и прежде чем да приступим я скажу спасибо вам огромное за вашу поддержку подписки лайки и комментарии и если что обращайтесь пишите буду рад ответить и помочь для этого и канал на самом деле чтобы чтобы делиться чтобы вы делились в комментариях я делился с вами с экрана так вы меня капитан очевидность а вот и вот этим вот людям хочу сказать большое спасибо это кто вот во время этого ролика помогает ну является спонсором кто помогает донатом на пересылку и вот двум людям это адвен благодаря которому у меня появилась харман версия на обзоре он не скинул денежек я ее заказал сделаю обзор мы отправлю его помните от этого человека как раз почти все не почти всегда все кроме одной модели ты уже приехали ко мне на канал вот и благодаря нему я кстати нашел там целый изумруд но это во втором уже блоки мы будем об этом говорить а ты уже а life 1 про а вот это а дмитрия вы из выжгорода приехала бас версия и у меня есть вот такая вот возможность записать этот материал записать сравнение вот спасибо огромнейшее всем остальным людям которые помогали моему каналу когда-либо чем-либо тоже огромнейшая благодарность полный список этих людей вы можете найти в описании к этому ролику там же будут фотки с инстаграм там же фейсбук пару чатиков телеги в которых я состою там меня нужно найти и в личку мне написать вот как бы если что ну и магазины не знаю которые рекомендую не рекомендую посмотрю в которых самая более-менее дешевая цена наверное те и оставлю вот ну и смотрите что хотелось бы подметить по по прейтингу почему как я долго у вас спрашивал в разных роликах какой-то прейтинг мне определить кастер и все мнения поменялись кто-то говорил там до 9 долларов кто-то говорил что вот ну то есть именно басовой версии места в до 19 долларов и много действительно большинство большим с большим перевесом голосов именно в эту сторону было поэтому бас версия у нас отправляется в топ рейтинг до 19 долларов ему в следующем блоке будем разбираться кто там где какое место занял а вот харман версия ну и спокойно можно купить за там 8 чем-то долларов если версия без микрофона то есть вот и эту можно иногда за 9 найти версию без микрофона но раз вы как бы сами проголосовали сами попросили понятное дело что я соглашусь с большинством поэтому харман версия попадает до 9 долларов а баз версия до 19 все с условностями закончили давайте а звуки знаете я когда поставил одел себе в уши харман версию я удивился действительно удивился тому звуку который предложен в ультра бюджетном ценовом сегменте там отказе есть пара троечка модели у меня да вот там кз и dxs такие открытые как бы звучащие топ рейтинге до 9 долларов там вот это вот модель ки с от севиджи то давайте я уже уже вытянул поставлю ее где-то вот здесь а вот ну то есть там такие нормальные действительно нормальные модельки но кастер именно харман версии просто побивает их вот крепко побивает потому что там звук не хочется кидаться с шаблонными фразами типа на голову выше там или на порядок выше но действительно выше по качеству по передачи вот допустим ну давайте сейчас я быстро сравню и скажу вам почему я определил туда кастер карман на первое место в сравнении с ки с от севиджи они ровнее звучат ровнее натуральный как-то вот честней у ки с от севиджи на таком плотном эффектная подача знаете на плотном при притемненной подложке очень ярко и искристо показаны как бы послезвучие гитару лучи вот эти вот моменты в вокал прорезается ярко вот и ну такая вот и эффектная скажем так подачка получается а у кз кастер харман получается более ровно натуральная такая вот аккуратная можно и послушиваться и по выслушивать этих самых кс ну так вот ну куда-то на пробежку что-то делать может работать такая которая будет как бы вот подзаряжать вас какой-то веселостью моделька которая будет делиться с вами своей энергией у кастера уже как бы в этом плане не будут показывать еще состоит музыка как это работает как это собиралась вот ну и плюс вот это вот настройка еще сменные рычажки ну что на одно что на другой модели это тоже дорогого стоит можно очень хорошо менять звук в ту или иную сторону добавлять воздуха добавлять не за добавлять вы че убирать все это то есть как бы там такой возможности нету поэтому тут однозначно вы сейчас видите топ рейтинг на котором мы поздравляем кастеры харман версии с первым местом в ультра бюджетном сегменте до 9 долларов вот и какая же разница у нас с басовой версией знаете ходили слухи о том что сначала сделали вот эту вот харман версию а потом подумали изменили улучшили и сделали бас версию что дело нет совсем в низких частотах или вообще даже не в низких частотах что мол в этой модели не преобладают низкие частоты они не преобладают но они есть вот так вот если начинаешь сравнивать видите я я это так и делал начинаешь сравнивать в лоб я вот послушал харман версия одеваю басовую понимаю что в харман версии низа не было вот первые мои ощущения бог а вот низ сочный насыщенный объемный хороший ну то есть если их слушать отдельно без конте ну то есть без сравнения не в контексте харман версии то не вот такие вот знаете сбалансированные прикольные наушники если в сравнении то получается что они даже басист ну не даже они как как бы реально баса в них и правильная приставка вот этот бас вообще я вот только что смотрел обе модели называются харман просто это баса это просто харман на самом деле ну для определения видать решили так вот я на картинке сейчас на этом самом на алиэкспресс смотрю просто это это харман только это с приписочкой вас это без таковой переписочке чтобы так для большего для большего понимания и технические характеристики полностью одинаковые сейчас когда подойдем к следующему блоку я их там озвучу вернее вы прочитаете на своих экранах вот но комплекты поставки разные комплекты поставки разные и самое интересное у харман версии которая дешевле она лучше ну потом потом тоже сейчас я все это дело покажу в следующем блоке вот друзья и возвращаемся к нашим к нашим низким частотам и вот здесь вот они я выставил одинаковые настройки я пробовал по-разному перещелкивать я даже убирал здесь полностью два рычага вниз убирал низкие частоты но все равно общее какое-то насыщение она сильнее у вас версии то есть если здесь поднять два вверх а здесь отпустить два первых вверх вроде бы как здесь и бас начинает так ну появляться но вот здесь он насыщенней плотнее вообще вся подача не только там низкие частоты не только удары в барабаны а вся вот подача 2 все инструменты вокал все как бы как как-то вот чуть-чуть плотней объемней и более округлые образы гарман версия звучит более ровно более плоско в плоскости в объеме большем при большем насыщении звучит басовая версия как бы это ни было не странно и знаете что я вообще любитель такой знаете светлая детальная ровная подача это то что моё то что мне нравится ну вот сейчас ловлю себя на мысли при сравнении что как-то я склоняюсь больше в басовую версию в ней как какого-то какой-то жизни какого-то вот задора больше при том же количестве низких частот при таком же вдохновил высоких частот при таком же вдохновен вдохновенном бок вокале при хорошей ну я имею ввиду для этой ценовой категории при хорошей отработки гитарных партий но как бы даже несмотря на всю вот эту вот насыщенность даже может наоборот благодаря этой насыщенности все остальные моменты с инструментами то есть они более на этом фоне ярче звучат более красивее как как выделяются как как рельеф ней вот и ну я вам так скажу это было 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 интересней смотрите у них одинаково павыча и по количеству и по протяженности вот одинаково но только на бас версии кажется чуть длиннее затухание и чуть острее потому что сама вот подложка сам фон баб подачи он более темный более насыщенный и поэтому на нем вы че кажутся искристей поэтому вокал кажется вот такую вот проникновение больше поэтому после но отзваны гитар кажутся ярче поэтому духовые кажутся знаете вот ближе немножечко вот вообще есть ощущение что ближе подача здесь вот она ну как из-за какой-то своей такой знаете холодности из-за какой-то такой вот прямолинейности кажется от отстраненной чуть-чуть от тебя это же подача она кажется ближе и вовлекающий здесь все в принципе одинаково только вот именно реально бас версия отличается насыщенный объемным круглым басом и который не мешает не залазит нет на оборот который как-то объем не всю подачу делать единственное что контрабас в джазе металле бас-гитара как-то вот могут теряться в бас версии то есть она вроде есть она вроде такая и с жирком вот но так раз и на ней надо бы подсосредоточиться чтобы от остального низа его как бы подразгребсти и подслушать здесь она вроде как ровнее но внимание на себя привлекает чуть больше потому что басы не перекрывает ну то есть сам удар в бас бочку и и не перекрывает вот так как это делается вот здесь здесь это будет более слитно но все равно вот ну интересно очень даже интересно как кстати они вроде бы и одинаковые вот действительно близнецу вот видели же да вот вроде бы одинаковый но всегда есть разница ты смотришь вот они одинаковые а потом начинаешь или общаться или чуть дольше смотришь на их поверь и про что и абсолютно разные при том что они одинаковые та же история и с нашими близнецами этот веселый задорный объемный а этот более спокойный размеренный более такой вот знаете как хочется сказать простой но тоже не получится сказать что простой в этой подачи хочется что-то анализировать что-то выслушивать чем-то вот таким вот заниматься здесь же просто вот слушать музыку вот ну опять таки вот эти вот рычажки которые помогают но подстроить под себя подачу что там что там работают очень очень даже хорошо ну я надеюсь я доступным и понятным языком объяснил разницу между этими двумя близнецами вот все нам в принципе уже хотя нет оставим кастер я же обещал комплекты поставки посмотреть хармановский вот и оставил басовый и сейчас друзья мы продолжим этот ролик тем что разберемся какие места я в своем личном топ рейтинге вкусовом где я стараюсь применить какие-то объективные моменты может быть там мнение своих друзей своих подписчиков но все же этому личный топ рейтинг вот и сейчас там будут раздаваться места в топ рейтинге до 19 долларов в тех моделях на которые уже были сняты обзоры но до вот этого сравнения я не мог определиться с тем какое они займут там место да и так друзья я постараюсь сделать это максимально быстро ознакомить вас с комплектами поставок начнем с харманов с харманов с кастеров как я и обещал смотрите вот здесь вот харман версия и вот видите немножечко светлей коробка и казалось бы что так задумано нет просто в разная печать скорее всего в разное время в разных партиях все это дело печаталась но получилось в тему видите здесь харман версия которую адвент взял через меня а здесь которую дмитрий прислал бас версия но опять-таки смотрите сюда еще раз хочу это показать и подчеркнуть видите модель написано silver харман таргет версия а внизу grey харман таргет версия бас вернее бас версия понимаете что так что то это харман мы уже начали называть так мол как бы это хармана это бас версия нет они обе хармин харман версии только бас это бас версия и все есть небо с версией есть бас версия опять капитан очевидность вот такой вот комплект поставки ну понятно что здесь была витрина пластиковая смотрите кабель и амбушюры ксешные с насечками прошу вот обратите внимание хорошо замечательно просто замечательно а здесь у нас надеты пенки и это на более дешевой версии да мы получаем в принципе такой нормальный комплект поставки для козе так вообще бомба что у нас положили в бас версию которая уже типа когда заработанная и дороже смотрите кабель тот же абсолютно я не распаковывал дмитрием запакованный остался ну пусть пусть так и будет пусть человек уедет назад запакованный и вот здесь опять-таки насколько вы видите белые от кэзэ с насечками которые ну вообще левые при левые странно модель дороже комплектующие хуже хотя звук лучше да по сути поэтому положили как бы комплектующие похуже ну такое себе скажем спорное решение кстати я пока сейчас вам показываю комплекты поставки технические характеристики вы можете прочитать на ваших экранах тут ну все то же самое кроме того что не тот нет гляньте я тут только что это понял а нет вот она карман да вот более темнее а это будет светлее вот она басовая до версия а здесь отмечено что silver вот наушники так все с комплектом поставки разобрались ну здесь то же самое вот сейчас серой плюс абсолютно то же самое белые амбушюры вот эти вот с насечками жиденькие и вот такой вот кабель только белый там темный а здесь белый особо ничем не отличается задел стоечку извиняюсь а вот дальше уже все пойдет гораздо интереснее тфз давайте с них начнем больше коробок рассмотрит вот такой вот большой коробок красивый очень даже красивый модель еще раз тоже в обзоре и говорил стоит в основном 22-24 доллара но очень легко ее купить дешевле 19 такие скидки и сейлы промокоды вот ребята после моего обзора на нее по 16 долларов и и покупали сразу же на следующий день после обзоров заказывали интересно стало послушать что за чудо такое мне понравилось и заказывали по 16 поэтому законно она находится как бы в этом топ рейтинге смотрите ничего такие симпатичные до плотненькие амбушюрки там на на них надеты сразу но здесь у нас два комплекта амбушюр вот есть еще вот такие более мягенькие и с широким широким звуководом а вот и в коробке у нас мешочек который будет в роли чехла у вас и вот такой кабель кабель по сравнению с кизечными бомба он мягенький да понятно что если заменить звук получится лучше он мягенький вот приятный очень очень тактильно отличается от кизешных кизешные просто дубовые с большим выраженным микрофонным эффектом тоже так как бы для понимания момента и хидизы и дисм с 1 galaxy кстати это же уже присылал человек победил выиграл в розыгрыше обязательно он уже написал обязательно напишите мне еще раз адрес куда выслать ну или на почту или в фейсбуке в мессенджере а лучше в телеграм найдите меня в одной из тех групп что в описании роликов и мы там с вами спишемся и обсудим как я вам их отправлю большое спасибо что дали время сделать это сравнение и не дергали меня по поводу отправки вот так выглядит эта модель такие достаточно жизненькие беленькие силиконки вот такой вот кабель который лучше тоже заменить смотрится приятно мягенький тактильный тоже скажем так не читать им отказать си 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 ай вот но по звуку лучше бы его заменить ну и амбушюрки вот такие тоже такие что только жидковатые ну самые самые обычные все с комплектами поставками разобрались теперь скажу вам вы вспомните на m15s я все это дело сравнивал пользовался серебряными кабелями от ксинш спасибо большое константину за такой вот царский подгонщик очень нравится мне этот кабель и м с 11 с 1 galaxy от хидис тоже он прислал на канал чтобы я разыграл эту модель ну или на мандаринка это происходило вот на таких вот амбушюрках это есть все теперь давайте быстренько я вам расскажу о празднице между этими моделями в самых общих чертах итак друзья смотрите прикол я пытался выложить этот наушник уже минут 15 и не получается смотрите какие тут мощные динамики что они как бы но магниты в динамиках что они в своем собственном силовом поле нам у лечься не может вот этот вот конкретно этот наушник он уже и так и и сякс и вот так ну короче я не как и положил их только для того чтобы показать вам еще одну вещь смотрите какая разница получается карман версия ну или так модель которую мы привыкли назвать карман версии она вот матовая на не собирает отпечатков пальцев а в отличие от бас версии которая глянцевая и на которой будут отпечатки пальцев но и честно я в уши когда вставляешь вот как-то поправлять вот этот вот бугорок не совсем естественно для пальцев вот ощущение какое-то ну как минимум новая слегонца неудобная понятно быстро привыкнуть к этому можно будет но на всякий случай скажу об этом обязательно все карман версия там больше не нужно давайте даже немножечко приближен видим мы в кольце сегодня вот сделаем ближе машинки на час мало интересует нас интересуют сами модели смотрите друзья си сей серой плюс только что начинал записывать ролик и мне то пла 13 выскакивать если выскочит сейчас пла 13 в уж как бы пардонте мои любимые плана бюджетного сегмента вот эта модель си 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 рай плюс была на первом месте практически два года чуть-чуть не дотянуло до двух лет пока не появились все вот эти вот красавчики да 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 она будет подвинута и сейчас я потихоньку начну объяснять как что где и почему я буду делать это абсолютно в общих чертах не по каждому инструменту не по а чеха мы с вами будем проходиться просто общее представление об изменениях в звучании после того как ну то есть я менял наушники я все это дело прослушала танцует но это этот как-то меньше этот вообще куда сможешь ли такой танцор с вечностью реально итак в двух словах модель с насыщенная воздухом хороший низ не сильно плотный воздушный объемный музыкальный есть детальность есть какие-то отзвуки для этой ценовой категории очень хорошие а так ну в принципе если сравнивать вообще с какими может быть то какие то хорошая шикарная светлая широкая модель которая может и в глубину которая может и эмоции вас зарядить и настроение передать и вокал здесь классно а и легкое лирическое отступление куда же без него человек мне пишет вот буквально недавно ну купил по твоему совету сися сирай плюс и говорит фигня вот только за еды x pro вот там классные и я ему в ответ пишу ну конечно там плотнее насыщенной подачи наверное тебе такая подальше больше нравится поэтому и наушники больше нравятся ну в своих обзорах стараюсь помочь раскрыть полностью потенциал наушников и их возможности чтобы было легче выбрать а эти светлее воздушней ну значит не заходит светлая подача и человек мне пишет да не дарит не в этом дело сися сирай плюс хрюкают на каких-то частотах на определенных вот на определенных частотах они хрюкают а я понимаю это этому образцу уже почти два года куча сравнений куча прослушиваний куча всего и он не хрюкал у меня ни разу нигде поэтому еще не стоит забывать о том что мы имеем дело с китайскими производителями а контроль качества у них хромает заканчивается одни динамики покупаются другие к сожалению не всегда те же не всегда того же качества а зачастую проще дешевле и хуже удешевляется модель она потом идет по скидкам по бешеным вот такие вещи происходят чтобы вы были в курсе моя модель не хрюкает звучит отлично я же долгое время была на первом месте и заслуженно но теперь появились вот эти вот модели и мы берем сразу кастер бас версию мне вот тоже человек писал уже другое понятно делать вот ты горит по-любому горит поставивших выше чем сися и сырой плюс но это у меня тоже это бейте модели и она ритм кастер и бас версия обходятся сися серой плюс и я с ним соглашусь и знаете как они обходят вот просто подача очень схожая очень один но если вот выставить так как я вот люблю я выставил вот так а кстати от дмитрия не приехали с первыми двумя выключателями опущенными а со вторыми с последующими двумя включенными вверх больше акцент на вы че и на середину был сделан и это кстати хороший тоже тюнинг для этих наушников но я все же как бы там и там по выключателю вверх поднял или включателю в данном конкретном случае и вот по подача получается такая же как у сися серий плюс только лучше только немножечко ближе немножечко точнее бас объем не вот все то же самое только везде там процентов на 10-15 лучше то есть как вот как про версия как апгрейд произведен был ну то есть если так образно говорить чуть разборчивее детали чуть разборчивее в че чуть объем не бас чуть музыкальный плотней подложка вот везде чуть-чуть вот просто планочка так раз и вверх поднялась разницы какую-то ну играют примерно вот одинаково то просто чуть на один уровень больше буквально подняты кастеры и это сразу чувствуется первое чтоб что не чуть ближе а в общем а второе лучшие проработки все всего скажем так поэтому видите сися серия плюс обошли уже кастеры баз версия следующий ну вы сами помните насколько я нахваливал и был в восторге от супер тфз live 1 pro вот поэтому мы мы их оставим напоследок а следующими я возьму и диза наш приз новогодний приз этого года вот первые наушники разыгранные в этом году и вот знаете вроде бы в чем них меньше даже чем мало все си си плюс чем в кастерах бас версии да и даже чем в обычный они чуть отведены назад сделаны аккуратней и кажется их их присутствие меньше но во всем остальном скажем так и на протяжении всего а чеха там или всех инструментов играющих в данной плоскости а чеха лучшее абертональное насыщение вот тоже опять таки тот ценовой сегмент где мы обычно там про такие вещи можем даже не говорить классно эти абертональном насыщение 100 долларовых наушников ну вот ты меняешь с кастерами и сразу понимаешь что и плотность также осталось и вес тот же остался и образ вроде тот же округлый но может чуть вот меньше чем в кастерах но сама вот передача абертону передача как звучит инструмент его тело его насыщенности звуком вот здесь оказывается лучше но опять-таки но в че в че чуть проще чем в обеих этих моделях и я вот сразу могу сказать такой необычный плотный насыщенный с абертональным насыщением звук в этом ценовом сегменте это редкость это первый раз когда я такой встретил опять-таки если вам надо посветлее вот другие все модели если вам надо чуть-чуть повеселее чтобы бас чуть побольше лупил здесь нету такого ощущения прям вот лупил вот здесь он кажется немножечко крупнее и более таким вот ударным ну у кастеров мыслим меня иногда просят вот здесь не говори а то мы подкастом тебя слушаем ему не видим что происходит на экране и и поэтому а я же как бы пока пальцем показываю ну ладно проехали и поэтому ну вот я эту модель поставлю на второе место вот только за то как они умеют абертона в этом ценовом сегменте передавать если бы вот не этот нюансе тогда бы она была проще и не выделялась бы ничем в этом ценовом сегменте и хитис бы не удивил бы скажем так а вот за счет вот этой вот передачи такой вы знаете настоящий здесь все таки чувствуется что здесь это синтетические вы чем такие знаете чересчур округлые образы низких частот чересчур выделенная гитара здесь это все музыкальный вот конкретно музыкальные наушники и в хорошем и плохом смысле этого слова ну вы понимаете тюнинг вот именно музыкальных наушников о чем я говорю поэтому поэтому второе место этого топ рейтинга ну и первое место тут вообще бесспорный лидер который вырывается на корпус вперед на скачках и обходит эти модельки своим воздухом именно воздухом очень воздушная модель светлая приятная вот на мой вкус как раз если вы любите что то по тип по потемнее вам по-любому в сторону кастеров смотреть бас версии если что-то по насыщеннее то вам по-любому смотреть на хитис если что-то воздушная то офисай серой плюс конечно так могут но супер тфз life 1 про все-таки обгоняют обгоняют вот хорошо больше воздуха действительно больше воздуха единственное что есть легкая вот такое какое-то подсыкивание совсем легенькая но вам не не портит звук этой модели она даже был под под украшает многие там ой за подсыкивание ну там не куплю мне тоже вам в обзоре писали а хотел бы вот это вот она здесь не в отторжение идет понять она подчеркивает общую подачу мне и вот казалось когда их прослушивал до обзора что вот так и задумано вот так вот инженеры этот момент и видели поэтому очень и искристые яркие здесь вот вы че немножечко не натуральные вот ну здесь улучши самая длительная протяжи протяжительность здесь тоже хорошая протяженность на защиту вообще плотной пап подложки на которые выделяются вот эти вот вы че просто классно выделяются их как бы подсветили здесь они не подсвечены здесь они вот в том скажем так музыкальному полотну и настройки этих наушников играют вот играют в тот и очень хорошо выделена протяженность для этого ценового сегмента честно говоря вот эти наушники они как бы немножечко не в своем сегменте им бы вот там будет где до 55 долларов ну и заняли бы они там какой-нибудь может быть двадцатая восемнадцатая это я сейчас учиться на вскидку место говорю успев обойти модели которые стоят подороже их допустим тот же самый кибир стример ну и в подложке не подметки и подметки не годится этой модели потому что там все сгущено все так насыщенно как бы играть да мне хорошо музыку слушать как бы лучше вот в тфз это делать поэтому у нас стопроцентный вот такой вот крепко попавший на это место такой занявший царь горы это модель от супер тфз один про вот на первом месте на втором хидизы ms1 galaxy на третьем видите все реально все подвинули наши сессия серой плюс вот на третьем кз который к этот самый басовая версия кстати друзья вот все таки эти которые харман версия и вот не хватает такой воздушности легкости приятности в прослушивании я думал что и они смогут справиться с сессия серой плюс но одно дело думать одно дело сесть и в лоб в лоб сравнить все-таки вот здесь не дотянули и дотянули потому что более как как-то ровнее вся подача звучит вот нету нету какого-то задора нету это вот изюминки а у фиша серой плюс это есть все друзья на вот этой счастливой ноде на всех этих объяснениях я рассказал вам в общих чертах я надеюсь у меня прекрасно поняли что я хотел вам передать а теперь посмотрим что вам передаст наш технический эксперт желтик ну что друзья наш технический эксперт желтик рвется в бой уже мне все руки поцарапал у него коготки такие опа смотрите побежал к карман версии первую очередь правда прометив дорожку возле а супер тфз ухти морда за просмотрите шо-шо погладиться мы любим ладно иди дальше иди говорю разбирайся ну теперь же будет сейчас отвлекать мое внимание и цапнет что-нибудь цапнешь это позируешь на камеру замер как мы тебя не фотографируем мы снимаем если шо какая у тебя сторона рабочая так шевелись я понял что тебе понравились боюсь чтобы не цапнул потому что все все не мое да на столе нету ни одной они ну чего сися и сырой плюс моя модель кого-то на все остальные не мои модели я смотрю он уже к басовой версии да 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 пробирается ай и galaxy проверил все 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 видите подошел принципе каждый кроме сися и сырой плюс а а раньше белок любил эту модель ну на фоне этих моделей до звездам то понял я понял что эти эти нравится звезда серия и плюс немножечко под под погасла подушла под закатилась вам тоже почти два года быть на первом месте это дорогого стоит так друзья кто досмотрел до этого момента тому небольшой сюрприз от нас желтиков сюрприз состоит в анонсах я очень сильно стараюсь чтобы а на сивиджи локи вышел обзор в этот вторник если вдруг не успею то будет на кэзэ пэр 3 но на самом деле я хотел придержать этот обзор до того как жена лежит в больницу чтобы было что выпускать а выпустить налоги изначально ну посмотрим посмотрим как у какой я успею записать если все успею то со спонсорским доступом полежит покаместь в копилочке на планары от кэзэ вот также нас ожидает на один интересный кабель тоненький маленький но интересный от ксинж обзор на этой неделе завтра у нас топ рейтинг цапов донглов который давно кто-то кто-то очень сильно ждет и не раз писал в комментариях мол когда же вот и следующая суббота ориентировочно опять-таки если успею закончить это будет галилео атлет шоер сравнение с фениксами от симготов о вот это вот этот вот обзор а в воскресенье должна быть распаковка от друзей канала ну а там посмотрим уже на следующей неделе будет ближе туда посмотрим что дальше все друзья на этой оптимистической ноте на таких вот планах мы желтиком будем заканчивать желать вам всего самого лучшего а жена будет монтировать этот материал уже как бы пол шестого и еще надо смонтировать его и выпустить это вот вот сразу в номер буфир этот номер идет все всем пока